Любители лыжного спорта Ненецкого округа завершили зимний сезон традиционным увлекательным кроссом. На старт эстафеты поколений 2018 вышли 20 команд. Командная эстафета на лыжероллерной трассе стала уже поистине брендовым событием округа. 19-й год подряд наши лыжники таким символичным образом провожают поднадоевшую зиму. Командная эстафета на лыжероллерной трассе стала уже поистине брендовым событием округа. С 1999 года наши лыжники таким символичным образом провожают поднадоевшую зиму. В данный момент уже 19-е соревнование по счету. Начинали с 40 человек. В данный момент уже вот сегодня 200 человек участников. Ну, кроме этого, судьи поддерживают люди, родители пришли, ну, попытались организовать праздник. По-моему, получился блины, чай, все это бесплатно, ну, за счет спонсоров, конечно. По спонсорам, если могу сказать, что основной генеральный спонсор уже много-много лет у нас. Это магазин хороший, во главе с Иваном Ивановичем Пашкиным. Также в этом году авиапредприятия выделили средства и свою команду выставили. Эстафета получила в этом году необычный формат. Свои команды выставили, также окружная больница и управление имущественных и земельных отношений администрации округа. Но традиция семейного праздника все-таки на первом месте. И дети здесь главные. Как трасса, понравилось? Мне понравилось, как катили лыжи. Так папа мне хорошо их сделал, что я очень теперь люблю ездить на лыжах. И это мой любимый вид спорта. Молодец. А как соперники? Соперники сильные. Я как могла их обходила. И мне все понравилось. Праздник получился не только спортивным, но и вкусным. Любители лыжного спорта ждали 600 горячих блинов от компании «Авеста-сервис». Кроме городских команд, в гонках приняли участие лыжные дружины из Тельвиски и поселка Красное. И именно красновцы стали первыми по итогам всех стартов. Мы каждый год стараемся принимать участие в освете поколений. Очень нравится. Большая благодарность организаторам, спонсорам этих соревнований. Ребятам очень нравится. И это здорово, когда нас соревнования объединяют от самых маленьких до, как говорится, до людей в возрасте. Очень здорово. Спасибо всем организаторам. Ну а мы рады за Красное, что мы победили! На втором месте по итогам соревнований семейная команда Виктора Чупрова. Жители НАУ вновь доказали, что Ненецкий автономный округ – территория активного спорта. Тимофей Жуков, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Продолжение следует...